Кстати, знаете, я скажу, вот домик, он вроде бы с одной стороны простенький, а с другой стороны, скажу, что он не простенький, хорошенький. Домик визуально смотрится симпатично. Давайте, мужики, сейчас покажу самое главное. Вот это ваше, это наливки, самогонки, типа коньяка. Простите, в этом не разбираюсь, потому что я не пьющий, но это выглядит очень красиво. Кстати, давайте прочитаем, что тут написано. Тут мы видим с вами пруд, пруд с таким небольшим водопадом, который циркулирует вот эту прекрасную воду. Хочу так показать, как выглядит вот эта территория, которая реально радует мою душу, радует мои глаза, радует то, что здесь очень все сделано и продумано. Ну и, конечно же, самая главная территория, территория отдыха. Если вы хотите беседки, вот беседка. Если вы хотите, чтобы вы покачались на качеле, можно вот именно в этой качеле. Если вы хотите жарить шашлык, что-то готовить, то есть такая мангальная зона. Если вы сейчас скажете мне, что а где работа, надо работать и так далее, друзья, вот видите, вот это люди занимаются практически свою жизнь, вот именно цветами. И когда мы с вами пойдем туда, я вам покажу, что, в принципе, здесь готовый бизнес. Всегда говорю, когда я захожу вот в эти теплицы, у меня сразу вспоминается детство. Вот эта аура, вот этот запах, вот это тепло, этот уют и вот эта атмосфера. Опа, а это что такое? Блин, а что это такое, друзья? Добрый день, мои хорошие, добрый день, уважаемые подписчики, гости моего канала. Снова с вами ваш Николай Сомсиков, который для вас изучает недвижимость, которая продается на юге. Друзья, сейчас для вас буду показывать очень интересное домовладение, общей площадью чуть более 100 квадратных метров на земельном участке, 3 сотки. Кстати, он находится в Краснодарский край, Калининский район, село Долиновское. Ниже в описании, друзья, будут все указанные параметры, стоимость домовладения, площадь участка, площадь дома. Ну и, конечно, контакты, по которым вы можете связаться, приехать, посмотреть это домовладение и, возможно, купить. Домик очень интересный. Здесь, друзья, есть все, что необходимо для души. Мы внимательно с вами поизучаем. Прямо сейчас наливаем чай, готов, вкусняшки, присаживаемся с вами поудобнее. Вместе с вами посмотрим это полностью домовладение и обязательно напишите ваше мнение касается этого домика. Поехали! Вот, мои хорошие, вот такая большая придурая территория. Кстати, я заехал оттуда, асфальт практически рядом. Тут, друзья, все надписи Берлин, Москва, все, куда можно подъехать. Очень широкий фасад. И, знаете, я скажу, вот мы когда ходили с собственниками, смотрели вот этот дом и немножко они переживали за то, что якобы не чистенько, якобы не убрано. Друзья, вот если сейчас мне собственники, кстати, смотрят, говорят, я скажу так, ребята, у вас чистенько, аккуратненько и все прекрасно. Кстати, дом полностью кирпичный. Облицован кирпичом, будем так говорить. Металлическая кровля, металлопрофиль. Мы сейчас все внимательно с вами поизучаем. Вот эти все деревья, которые вы сейчас видите, друзья, это все передается вам по наследству. Ну, конечно, когда вы это купите. Вот тут, друзья, все есть, все есть. Касается забора, обратите внимание, что колонны кирпичные. Сама стена забора, сама стена, так сказал, металлическая. И даже вот тут такой некий палисадник для цветов. В будущем можно что-то еще свое посадить. Есть яблоня, сосна, береза, еще раз сосна, туя, еще береза. Друзья, много чего интересного. Мне очень порадовала территория перед домом тротуарной плитки, где мой дриндулет сейчас стоит. Можно еще поставить два прекрасных автомобиля смело. Toyota бы слышала, дриндулет сказал. Ну, иногда я это все говорю, ворота все это есть. Давайте мы сейчас зайдем. Так, ты еще не хочешь меня пускать? Эх, воротина сейчас закроем, чтобы она меня не мешала. Ну, и смотрите, друзья, естественно, когда вы будете загонять во двор автомобиль, самое главное, есть вот такой немаленький навес поликарбоната. Основа полностью металлическая. Тут перед гаражом, а учитывая, что там немножко вдалеке есть гараж, у вас помещается два смело автомобиля. Мы видим с вами то же самое тротуарная плитка. Слева мы видим прекрасные растения. Фиг их знает, как называется. Но вы простите меня, я думаю, вы без меня знаете, как это все выглядит. Что касается деревьев, я могу легко сказать, что касается вот таких растений, немножко я путаюсь. Ну, здесь у нас роза, виноград, все тут понятно. Теперь смотрите, переходим немножко сюда. Хочу вот этот угол вам показать, потому что тут мы видим с вами пруд. Пруд с таким небольшим водопадом, который циркулирует вот эту прекрасную воду. Кувшинки, если я не ошибаюсь, правильно сказал. Если ошибся, конечно, напишите. И, друзья, вот там я прям вижу, рыбки плавают золотые. Рыбки поймаете, загадаете желание, и у вас оно обязательно сбудется. Конечно, очень много прекрасных решений. Немножко я поздновато, конечно, приехал на вот этот дом. Если бы я приехал весной, поздней или летом, конечно, тут намного было бы больше зелени. Но, друзья, ничего страшного. Все, конечно, будет прекрасно, когда уже наступит весна. И, обращая внимание, немножко вот так отойду, тоже мы видим навес, навес, который соединяет вот этот гараж и сам дом. Обратите внимание, он полностью металлический. И вот этот двор, который мы с вами видим, что в том направлении, что влево, что вот в это направление полностью в тротуарной плитке. Переходим сюда, касается калитки, собственники в основном ходят через вот те ворота, а на самом деле калитка, друзья, тут есть. Пожалуйста, если хотите с этой стороны заходить, спокойно открыли калитку, зашли, обязательно пойдете по тротуарной плитке, которая вам будет защищать, давать ей вот этот прекрасный виноград, которого, кстати, из которого можно делать очень вкусное вино. Я, кстати, вино не пью, но оно будет вкусное 100% для вас. Ну и, конечно, сам сок, потому что вот у меня теща с такого винограда делает сок, он безумно, конечно, вкусный. Здесь мы тоже с вами, давайте вот так развернем камеру, виноград, короче, везде. И с этой стороны мы внимательно посмотрим домик, вот именно вот эту сторону, что трещин ничего нету. Я немножко попозже зайду обязательно туда, тут даже спрятан, какой спрятан, стоит скамейка, стоит стол, можно с мужиками в домино играть. Помните, раньше, как у меня вот дедушка, отец, раньше играли в домино, раньше мода была в домино, это сейчас у нас какие-то стрелялки, а раньше было домино. Ну, блин, друзья, красиво. Идем дальше. Цоколь видно высотой чуть более 60 сантиметров, он наделан вот такой штукатуркой. Также продолжение мы, конечно, видим под вот этой плиткой обязательно есть бетон, сверху плитка, центральный водопровод, плюс у нас две скважины, которые, если не забуду, обязательно покажу. И вот такой забор, мы отсюда посмотрим. Кстати, знаете что, милые дамы, тут понятно, что у нас сейчас не та красота, которую вы хотели бы, но вы представляете, когда в будущем у вас будет тут много очень рост, цветов и так далее. Вот тут у нас такая гостина, вы можете вот так посмотреть вот через вот это большое окно и будете видеть вот эту красоту, которая обязательно будет. Еще, кстати, пока не забыла, то мне хозяин будет ругать. Ну, как ругать, он просто мне на этот акцент поставил. Тут тонированы окна, отсюда мы видим они темные, а снаружи они светлые, вот имейте в виду. Немножко дальше идем, кстати, с этой стороны от соседа металлопрофиль. Дома друг от друга, в принципе, расстояние абсолютно нормальное. И сфотографируем с этой стороны вот этот дом. И что хочу сказать, что что слева, что справа, что спереди, что сзади, дом полностью капитальный, хороший. В принципе, нареканий никаких нет. Единственное, что каждый под себя сделает косметический ремонт. Есть какие-то моменты, ну, в любом доме есть моменты. Кстати, пока не забыл, дом-то 2000 года, а то будете меня ругать. Водосливная система есть. Все-все-все, короче, друзья, тут есть. Но если вдруг что-то я не сказал, забыл, не переживайте, ниже в описании будут телефоны указаны. Естественно, вы позвоните, вам все подробно, все расскажут. В этой части, милые дамы, располагается ваша небольшая территория, которую вы будете вешать. Белье, кстати, даже очень продумано все сделано, что это спрятано именно за домом. Потому что, когда возле дома, спереди дома или во дворе, вот это висят вещи, это немножко некрасиво. Но это, по крайней мере, для меня. Зато тут зашли, повесили свои лифчики, трусики и тому подобное. Ну, плюс еще другие вещи. И все. И никто не будет видеть. Правильно же? Вот так все. А то иногда девчата заворачивают как-то трусики, чтобы не видно, что какие они красивые. Блин, сейчас меня комментаторы будут ругать. Идем дальше с вами смотреть домовладения. Как я сказал, тут есть гараж. Кстати, центральный вход в дом с этой стороны мы чуть-чуть попозже обязательно с вами зайдем. Конечно, есть гараж. А знаете, еще мне что понравилось? Вот видно, что вот участок с таким наклоном. Вот здесь ровная как бы площадка. Ну, как бы есть наклон, но незначительный. А вот тут как бы чуть-чуть поболее. Но реально красиво, замечательно, интересно. И знаете, вот немножко вот так пройду, вас немного заинтригую. Смотрите, вот тут у нас много чего интересного, что здесь есть. И обратите внимание, как я хозяину сказал, как в вестерн фильм «Заход». А там такая летняя кухня небольшая. И там банька, друзья. Вот в этой части есть банька. А вот там дальше есть беседка. Короче, друзья, все тут есть. Давайте мы закончим с гаражом. О, пока не забыл. Обратите внимание на вот этот элемент. Велосипед. Был когда-то детский велосипед, которому вообще нафиг никому не нужен был. И тут они, собственники, решили сделать вот такую вещь. Взяли, короче, руль отпилили. Повесили его на стенку. И вот какие-то элементы добавляют. Как утюг, бидон, старое какое-то радио и так далее. И знаете, я скажу, у меня два велосипеда валяются. Наверное, тоже, наверное, вот так сделают. Вот что, прикольно. Я думаю, вы то же самое подметите и поддержите меня, конечно, в этом. Давайте дальше мы будем смотреть с вами гараж. Гаражные ворота металлический. Гараж, в принципе, такой вместительный. И вот под такой автомобиль даже, вот видно, стоит такой небольшой грузовичок. Давайте мы зайдем. Понятно, что для грузовика немножко тут места не хватает. Но ничего страшного. Если легковой автомобиль, либо вот такой автомобиль, как вот этот, зайдет спокойно и мешать ничего не будет. Что могу сказать по поводу гаража? Конечно, вот видно по полкам вот здесь, что здесь живет крутой хозяин. Почему я хочу сказать, это не лезть, это реально молодец. Все на своем месте. Может быть, так много чего лишнего тут. Ну, в каком плане. Но, обратите, вот эти вещи, как я обожаю. Вот знаете, все простенько, друзья. Но вот эти пассатижи, ключики, все-все классно. Молодец. Вот молодцы. Молодцы. Что могу сказать? Тут что у нас? То же самое, много что тут стоит, висит. А, еще хочу сказать, здесь плиты перекрытия. Имейте в виду, в принципе, забетонирована площадка. И также есть вот там яма. Я бы залез в эту яму, друзья, но тут машина стоит, у меня не получится. Гараж, короче, хороший. Идем дальше с вами, будем все смотреть. Побежали сюда. Кстати, тут тоже видно, что трещин ничего нет. Давайте пока вот мы домик до конца ничего не прошли. А давайте я его покажу со всех сторон. Здесь тоже самое стена нормальная. Кстати, вот тут сделан такой, знаете, лючок под пол. Можно залезть, какие-то коммуникации, что-то отремонтировать. Имейте в виду, что там не подвал. Это просто лаз именно под дом, как говорится. И давайте мы посмотрим, что тут отмостка. Конечно же, все это есть. И ох, блин, друзья, залез в грязь. И давайте мы с этой стороны встанем и посмотрим, что у нас тут. Как выглядит домик. Домик, кстати, знаете, я скажу, вот домик, он вроде бы с одной стороны простенький, а с другой стороны скажу, что он непростенький, хорошенький домик, визуально смотрится симпатично. Ох, ветер подул. Друзья, осень, скоро зима. Кстати, вот это, если не ошибаюсь, дикий виноград. Вот плетется, потом в будущем, если это все не контролировать, он может весь дом заплести и будет прикольно. Ну, по крайней мере, для меня. Жене говорю, давай вот так сделаем. Она говорит, не, я так не хочу. С этой стороны мы видим с вами такую, не знаю, как правильно назвать, беседку. Ту часть, где вам будут давать тень. Учитывая, что здесь мои хорошие собственники, реально труженики, там вдалеке мы с вами посмотрим две такие хорошие теплицы. Естественно, нужна такая территория для банок, скляна, кастрюль и так далее, где их мыть. Естественно, тут вот такая некая территория, которая к этому приспособлена. Понятно, что здесь мы видим, хотел сказать, скважину, центральный водопровод. Если что-то помыть, открыли кран и вода пошла. Дальше повесили сюда кастрюли, банки. Виноград, конечно, будет давать очень хороший тень. И еще раз повторяю, что когда вы будете заходить от дома, от гаража, от ворот, полностью вот эта территория закрыта. И дождя вообще не будет попадать вам на голову, даже вплоть практически до огорода, потому что там вдалеке у нас, естественно, тоже есть навес. Теперь смотрите, по поводу вот этих дверей. Двери самодельные. Хозяин... Что тут зашумело такое? А, телефон, наверное, смс-ка пришла. Хозяин все это сделал своими руками. Вот эту такую некую калитку, как у нас в вестернах, когда в бары заходишь. И тут располагается такая некая территория, ну, мы назовем летний вариант кухни для чая, для варки, для чего-то. Мы видим небольшой навес, небольшую территорию, которая соединяет вот слева эта стенка баня, справа эта стена гаража. И самое главное, друзья, тут газ есть. Вот имейте в виду. И, конечно же, вам, естественно, надо будет, чтобы была какая-то беседка, какая-то была зона отдыха. Имейте в виду, что тут есть баня, которую мы немножко, чуть попозже с вами обязательно зайдем. Все это посмотрим. Хочу вот так показать, как выглядит вот эта территория, которая, ну, реально радует мою душу, радует мои глаза, радует то, что здесь очень все сделано и продумано. Я и сейчас повторяю, еще раз говорю, понятно, что дом не такой современный, каждый бы человек что-то сделал. И, кстати, я сейчас не буду привязываться по цене, потому что каждый человек, который будет смотреть обзор этого дома, будет свое мнение высказывать. Я сейчас говорю то, что я вижу и то, что я чувствую. Обратите внимание, здесь есть черешня. Также мы, помните, говорили, что продолжение тротуарной плитки. Также с левой стороны, милые девочки, у нас цветы. С правой стороны тоже можно цветы. И также есть вход в помещение, которое обязательно с вами зайдем. Это все посмотрим. Короче, цветы, друзья, везде. Ну и, конечно же, самая главная территория, территория отдыха. Если вы хотите беседки, вот беседка. Если вы хотите, чтобы вы покачались на качеле, можно вот именно в этой качеле. Если вы хотите жарить шашлык, что-то готовить, то есть такая мангальная зона. И самое главное, что еще, ребята, мужики, тут есть коптилка. Коптилка располагается вот с этой стороны. Загружаем сюда сало, какое-то мясо, колбасу. А коптильная часть вот именно под рова, вот здесь мы и располагаем. В принципе, я скажу, сооружение немаленькое, масштабное. Тоже стоит своих, как говорится, денег. Мы видим с вами даже, есть навес, если какой-то дождичек будет идти, если вы будете стоять, ничего мешать не будет. Понятно, что это вы открываете и жарите там шашлыки. Можете вплоть даже варить какой-то шулем. И еще момент такой. Вот, знаете, постараюсь максимально все вам показать и ничего не забыть. Тут располагается небольшой пруд. Да, друзья, он небольшой. Кому-то он нужен, кому-то не нужен. В данный момент то, что я вижу, он смотрится прикольно. Тут водится караси, даже живет какая-то черепаха. Ну, это как хозяйка сказала. Также есть проход такого мостика на тот берег. Будем так сказать. Также есть плодовые деревья. Ну, как без них? Плодовые деревья мы видим. Тут яблоня. Плюс там, короче, деревья очень много. По поводу беседки. Небольшая беседка, она присутствует. Тут стоит стол слева, сзади. И с правой стороны тоже самое есть. Скамейка, можете спокойно сесть и наслаждаться природой. Хотите посидеть тут, хотите покачаться, естественно, это все тут. Кстати, друзья, видите, собственники выращивают вот эти цветы. Если вы сейчас скажете мне, что, а где работа, надо работать и так далее, друзья, вот видите, вот это. Люди занимаются практически свою жизнь вот именно цветами. И когда мы с вами пойдем туда, я вам покажу, что, в принципе, здесь готовый бизнес. Он налаженный. Люди каждый выходной едут в Краснодар. Краснодар, друзья, тут рукой практически подать. По карте все это посмотрите. Просто с разных сторон у нас есть заезд. Но бизнес, он готовый тут, конечно же, есть. Потом не говорите, что тут работы нет. Она вот именно вот на участке вот именно этого дома работа есть. Что касается деревьев. Пока мы тут, пока я не забыл. Кстати, еще момент такой. Вот эта территория, она загорожена таким неким забором металлическим. И, конечно же, есть другие плодовые деревья. Такие, как, допустим, мы видим яблоня, абрикос, груша. Мы видим слива. Также вот в той части есть еще вот вишня. Я просто вам не показал. И не забываем, что было очень много плодовых деревьев, которые посажены перед участком. Я имею в виду перед вашим домом, который там был. Вот имейте в виду. Теперь смотрите. Тут есть хозпомещение, которое попозже обязательно с вами зайдем и посмотрим. Также в этой части располагается практически мужская часть под названием Камбуз. Читаем. Видите, чтобы вы не говорили, что это я так придумал. Это уличный туалет. Не переживайте. В доме, конечно, он есть. Но тут он тоже присутствует. И вот обратите внимание на вес. Когда-то это были курятники. Но потом собственники это все разобрали, убрали, чтобы более-менее вот так выглядело. Кстати, кровля мы видим с вами металлическая. А вот этот лук, который вы видите, и хозяйка красиво сплывала, это свой урожай. Имейте в виду. Ну и также, блин, короче, цветов тут много. Здесь уже двор забетонирован. Тут в этой части располагается вольер. Я надеюсь, он на меня гавкать не будет. Вот сидит. Вот он молодец, красивый, что ничего не говорит, не делает. Тихо, тихо. И тут давайте мы сейчас с вами пойдем посмотрим сам огород, где у нас есть две прекрасные теплицы, которые, как я говорил, готовы к бизнесу. А потом мы с вами обязательно посмотрим еще другие моменты, которые под названием подвал, который располагается там. Теперь смотрите, идемте давайте именно к самой теплице. А потом я обязательно расскажу вам про вот эти деревья и про вот эти растения. С правой стороны мы видим с вами, это уже соседи. И также вот далеке видно, что другие соседи занимаются виноградом, абрикосным, другими плодовыми деревьями видно, что для посадки. И мы видим, кстати, вот тут молодец, что собственник положил доски, что грязи никакой абсолютно не будет. Можно, кстати, тоже в будущем тротуарную плитку положить и будет тоже прикольно. Теперь смотрите, здесь две прекрасные теплицы. Одна теплица как зимняя, другая такая весенняя, летняя, как мы ее назовем. Но давайте мы начнем именно вот с этой теплицы. Здесь собственники выращивают цветы, как и здесь. Также можно и в этой части. Там смотрите, как вам будет удобно. И видим вот эту теплицу. Она полностью металлическая, обшита поликарбонатом. В будущем, если посчитаете нужным, можете сюда провести отопление. Но если вам, вот вы сейчас скажете, Николай, была бы теплица с отоплением, было бы супер, не переживайте. Вот та теплица, которую сейчас я буду вам показывать, она, вот эта теплица полностью с отоплением. И давайте мы сейчас пройдем насквозь обратно этой теплицы. Тут также есть и подшпалеры. Если, например, огурцы и помидоры будете выращивать, вот у нас есть перекладины, которые вы веревки натянете и будете выращивать цветы. Ой, извините, огурцы и помидоры. Пойдемте сюда сейчас и покажу вам вот именно ту теплицу, которая сама с отоплением. Чуть-чуть попозже зайду в эту теплицу. Покажу вам, есть навес. С правой стороны соседняя часть. И также есть навес. Тут дождь, ни снег попадать не будет. И касается самого участка. Как мне хозяин сказал, что здесь 30 соток земли. Обязательно сейчас мы документы все изучим. Смотрите, слева видно граница, справа мы видим с вами границу. А прямо, вот как видите, травка зеленая, это очертание уже участка. Дальше участок уже идет, как бы поле под кукурузу, пшеницу, не знаю что. Я так выращиваю уже периодически что-то. И, кстати, земля здесь очень хорошая, видно чернозем. И смотрим с вами, как выглядит вот эта теплица. Она тоже полностью металлическая. Давайте мы сейчас зайдем. О, господи, сейчас открою. Вот, все есть. Открываем. И смотрим вот эту теплицу. Ой, блин, друзья, знаете, я вот всегда, я всегда говорю, когда я захожу вот в эти теплицы, у меня сразу вспоминается детство. Вот эта аура, вот этот запах, вот это тепло, этот уют и вот эта атмосфера. Я думаю, многие мои подписчики, которые вот смотрят меня, у них, у некоторых, может быть, у бабушек, у дедушек, а может даже у них, у самих, вот именно вот это чувство периодически проявляется, когда вот приходили к бабушкам, дедушкам, к мамам, папам, когда вот именно вот такие теплицы они держали. Многие мои подписчики, я думаю, через это проходили. Конечно, теплица не маленькая, ну, по крайней мере, для меня, не могу сказать точно, какого размера, но видно по ширине минимум 5 метров, по длине, наверное, более 20 метров, даже, может быть, 20-25 метров. Она полностью металлическая, я имею в виду теплица. Здесь, что слева, что справа, проложен кирпич, чтобы грязи не было. Также все сделано для шпалер. Также обратите внимание, есть площадка с левой стороны, это под рассаду, под цветы. И, конечно же, отопление. Отопление по всему периметру вот этой теплицы. И еще момент такой, проведена труба, что с левой стороны, под землей, что с правой стороны, чтобы, если очень сильные морозы, чтобы у вас почва прогревалась так, как надо. В этой теплице, друзья, можно все, что угодно выращивать. Например, как сейчас собственники выращивают вот эту культуру под названием огурцы. Ну и также можно выращивать какую-то рассаду, которая на продажу, помидоры, все, что угодно. Отопление проведено, водопровод проведен, и это отапливается, имейте в виду, газом. Друзья, уже когда вы приедете, все будете смотреть, собственник вам все подробно расскажет, как это все делается, мои хорошие. Ну и, конечно, свет, понятно, что тут проведен. В этой части располагается такая зона для перчаток и так далее. Ну, друзья, вот скажу так. Теплица практически, заходи и делай, и зарабатывай деньги. Опять же, это те люди, которые именно этим болеют и это понимают. Те люди, которые этого не понимают и не знают, я лучше не советую этим заниматься. И самое главное, тут есть микрокапельный полив, как вот в этой теплице. И также, давайте мы сейчас закроем, чтобы ветерочек сюда не задувал. Сейчас, опа. И также микрокапельный полив проведен вот на вот этой территории, где сейчас посажены вот эти цветы. Цветы данные, в данный момент сейчас собственники продают. Продают в Краснодаре, вот имейте в виду, который мы видели с вами, где беседка стоит. В принципе, такое, скажу, для поддержания штанов, это вариант, в принципе, неплохой. На самом деле, друзья, вот я когда-то в детстве, когда родители занимались теплицами, культурами, знаете, с одной стороны, поддержание штанов, а если грамотно к этому подойти, можно реально неплохие деньги зарабатывать. Ну и касается сада. Сад, конечно, в общем, как я сказал, неплохой. Он и располагается перед домом. И, конечно, вот тут. Если, допустим, тут мы видим черешня, две лычи, другая черешня, вишня, вишня, яблоня, несколько айвы. И вот в том углу мы видим с вами орех. Территория, вернее, сад, то, чтобы вот для закруток, для себя и даже, возможно, для продажи вполне будет достаточно. Ну, тут, друзья, у нас есть навесы, где можно складывать какие-то ящики, потому что по-любому это необходимо, когда вы будете заниматься вот этими делами, которые в данный момент собственники. Если это не надо, друзья, не навязываю, не надо этого делать, просто купите и наслаждайтесь. Теперь, смотрите, переходим сюда. Тут также есть виноград, дник. Тут остатки винограда, культурный виноград. Я так понимаю, что собственники, короче, все предусмотрели, чтобы, допустим, с этой стороны полностью была тень, да, когда вы будете летом заниматься уже. И с этой стороны тоже самое. Тут понятно, что есть навес под тачки, мотоблоки, инструменты и так далее. Чуть дальше есть такой некий дровиник. Давайте даже его покажу, чтобы вы понимали. Это для бани, друзья. Это для бани. Не забываем, что есть баня, не забываем, что есть коптилка, а дрова вам по-любому, они, конечно, нужны. И, конечно же, обязательно вам надо посмотреть подвал, который тут есть. Вход располагается с этой стороны. Мы спустимся. И сейчас посмотрим, что тут у нас собственники закручивают и делают. А на самом деле, молодцы. Давайте, мужики, сейчас покажу самое главное. Вот это ваше. Это наливки, самогонки, типа коньяка. Простите, в этом не разбираюсь, потому что я не пьющий, но это выглядит очень красиво. Кстати, давайте прочитаем, что тут написано. Вот. У меня аж интересно. Смотрите. Джин, ягода, мыживельника, цедра, апельсина, цедра лимона, так, семя кориандра. Ну, я думаю, вы видите. 55 градусов. Там трава какая-то. Да, тут у нас практически все то же самое. О, друзья, виски. Йоба-боба. Вот я надеюсь, вот сейчас хозяин это видит, что лапа... Кстати, смотрите, оно даже запечатано. Значит, наверное, виски крутой будет. Ну, я думаю, что будет. Когда домашнее, это все свое хорошее. Кстати, тут цифры какие-то. Смотрите. Один, тут два, тут два, тут один. Ну, что-то... О, царская. Это, наверное, водка. Со мной самогоночка. Царская. Слушайте, красиво. Молодец, хозяин. Я вот еще раз говорю, что собственники молодцы насчет этого. Ну, давайте про закруточки. Там это мужская была территория. А теперь там про девчачья территория. Скажу тут. Я вот что вижу. А ну, давайте мы зайдем. Какой-то перец там, что-то такое. Не могу понять. Блин, а где же варенье? Я вот люблю варенье. Варенье. Ну, варенье вот чуть-чуть. Вот здесь я вижу. Да, варенье, скорее всего, вот это. Но видно, что люди варенье сильно не любят. А может быть, любят. Ну, тут вот видно, смотрите, кабачки, абрикос. Тут видим, компота очень много. Вон тут еще фасоль, огурчик, еще компот. И свой, конечно же, тут своя картошка. Все. Вот это позавидовали? Пошли дальше теперь. Идемте. Молодец. Молодец. Хозяин и хозяюшка. Кстати, они, друзья, ой, господи, чуть не упал. А они мои подписчики. Я когда приехал, ну, собственник такой ходит, показывает, все тихо-тихо. Хозяюшки еще не было. И тут, короче, хозяйка выходит такая, ооо, какие люди. Начинаем обниматься, целоваться. Ну, как бы хозяин такой, ну, так тихо, спокойно, не показывает эмоции, а хозяйка не сдержалась. Ну, кстати, огромная, прям, знаете, вот приятно, когда приезжаешь к собственникам, они меня смотрели, и, знаете, там, Коля, вот это открывается, это не открывается. Вот, ну, как бы люди смотрят мои ролики, и они уже заранее знают, что, как надо подготовить дом к моим видеороликам. Вот за это, хозяюшке, огромный привет, и собственнику жму крепко руку. Поехали дальше смотреть с вами. О, давайте мы с этой стороны посмотрим, как выглядит вот эта территория. Видим забор закрыт. Кстати, забор очень высокий, забор очень высокий, и тут много тоже можно цветов посадить. Короче, друзья, тут много чего хорошего. Пойдемте сейчас дальше. Пока иду, друзья, напоминаю, что ниже в описании будут указаны все наши, вот, авитовский магазин, инстаграм, другие каналы по недвижимости Краснодарского края, Ставропольского края. Переходите, подписывайтесь, там много чего интересного, полезного будет для вас. Смотрите, первый сарай. Чик. Открываем, смотрим. Тоже для нужных, ненужных вещей есть территория, которую можно хранить. Знаете, у меня нос забитый, но, опа, а это что такое? Блин, а что это такое, друзья? То ли компот, ну да, это смородина. Ну, что-то, это, наверное, что-то с вином связано. А теперь смотрите, захожу сюда, и с хозяином, он говорит, Коль, тут вино, а я такой, ну, сейчас они делают, говорит, а это что остается? Он говорит, а хозяин говорит, половина остается. Тут, получается, что, если вы любители поварить самогоночку, там, вино сделать, вот, все, это ваша будет территория, вон еще вино у нас спрятано, кстати, по сортам расписано, блин, мне уж интересно, вот любопытно, что тут написано, второе сборное, состав Молдова, видите, да, тут все прям расписано, молодцы, все это, ой, запах такой, я не любитель вот вина, но вот запах, когда вот он бродит, прям прикольный, мне нравится. Ой, закрываем, тут видно еще дверь, выход с коридора, мы сейчас говорим, баньки, но в основном, видно, собственники пользуются вот этим входом, давайте мы сейчас зайдем сюда, обязательно, обязательно, мои хорошие, я разуюсь, и хозяйка, кстати, обратила внимание, что я на это акцент ставлю, и она говорит, значит, ты уважаешь собственников, я всех собственников уважаю, и когда дом очень чистый, я всегда, конечно же, разуюсь, ну, здесь что, вешалка, входная вот такая дверь, открываем с вами, и заходим, куда, друзья, это, как сказать, вот там, вот за той дверью баня спрятана, смотрите, это кухня столовая, мои хорошие, в доме, люди кухню, ну, как бы не держат, но, там есть территория, где есть выходы, можно поставить кухонный гарнитур, все там есть, естественно, ну, и давайте, вот мы с этого ракурса посмотрим, что могу сказать, по поводу этой кухни, кухня вместительная, нормальная, хорошая, практически современная, но, может быть, немножко мебель для меня темновата, я любитель такого светлого, ну, на вкус и свет, товарища, друзья, нет, это уже смотрите сами, но, тут можно смело расположить, разместить, как минимум, 8 человек, когда там стол разложить, или еще что-то, мы видим немножко вдалеке, кондиционер, обои, все это поклеены, также на полу, обратите внимание, какая плитка, и самое главное, мои хорошие, тут теплые полы, они единственные электрические, когда захотели, включили, и будет все это тепло, когда вы будете с друзьями, кайфовать, наслаждаться, что касается кухонного гарнитура, ну, я так понимаю, что это, знаете, как барная стойка, в этой части, распрятаны, посуда, чтобы раз, быстренько, все это сделать, замутить, как говорится, и вот этот кухонный гарнитур, он остается, на самом деле, вот я когда с собственниками разговаривал, друзья, много чего тут остается, вот имейте ввиду, знайте, что все много, холодильник на своем месте, фартук, с плитки, все, ничего лишнего, кондиционер, ой, хотя бы кондиционер, это микроволновая печь, духовой шкаф, все, мои хорошие, тут есть, ну, и высота потолку, кстати, тут где-то 2,60, высота такая приличная, и хозяин говорит, Николай, если что, тут у нас есть такой диван, кровать, разложил, и не надо домой дожить, если что, пластиковое окно на открывание, с той стороны мы тоже самое пластиковое окно, все это видим, а теперь давайте мы сейчас откроем вот эту дверь, и посмотрим, опа, кто тут выключил свет, ай-яй-яй, я же попросил, не выключайте, по жопе дам сейчас, это хозяин, это собственникам сейчас сказал, ну, смотрите, тут такой предбанник, немаленький, душевое туалета тут нету, тут мы видим полностью обшит дерево, немножко отойдем, вот тут печка спрятана, вот тут где-то, да, вот мы ее прям видим, ну, вот это камень, я лично советую как-то плитку сделать, какой-то камень, декоративный будет намного интереснее, а вот эта сторона полностью обшита, даже пластиковое окно тут, наверное, да, на открывание, да, ну, и давайте мы сейчас зайдем в нашу баньку, где тут она написана, о, свет опять, что ж ты будешь, о, подождите, о, да будет свет, сказал монтер, и забегаем в баньку, банька у нас вот такая, полусовременная, как мы ее называем, я как называю периодически, кстати, я первый раз вижу, чтобы вот так полки были, в принципе тут баня такая по размеру, что можно полки немножко сделать классически, как вот я всегда вижу, единственное, что тут немножко дымок пропускает, вот тут вот эту часть, вот реально, друзья, надо купить вот камень, вот дикий, который продается, вот это все заштукатурить, все поправить, вот вообще идеально, банька по размеру бомбическая, вот бомбическая, кто бы что ни говорил, а там уже вы смотрите уже сами, все, тут все понятненько, вроде бы вот именно вот здесь, я ничего не забыл, друзья, ну что, давайте пока я сейчас обуюсь, и пойдем потелепуем с вами уже к самому домику, все, забегаем, друзья, сюда, вот такая небольшая прихожка, основная сейчас прихожка, я вам обязательно покажу, которая находится за этой дверью, вот так выглядит потолок, видно, что, кстати, у меня ощущение, как будто дверь была сразу отсюда, да, вот это, друзья, знаете, просто не было стены, а потом люди, наверное, доделали, точно, теперь смотрите, открываем дверь, тут спрятана котельная, о, где тут свет у нас, а вот она, смотрите, стоит котел, он, видно, что недавно его поменяли, кстати, с собственником поговорил, он говорит, коль зимний период от 4 до 5000 выходит коммуналка, это свет, вода и газ, для таких масштабов, это идеальный вариант, и выходим отсюда, дверь здесь простенькая, да, для котельной, и пойдем, будет так, а теперь смотрите, заходим сюда, уже мы попадаем с вами в дом, это уже основная такая прихожка, даже тут у нас спрятан такой шкаф-купе, и двери, вход на второй этаж, который мы с вами обязательно все зайдем, смотрите, немножко вот так отойду, чтобы вы все это посмотрели, как это выглядит, внутри уже по-своему, друзья, косметику надо будет сделать, в дом смело зайти жить можно, имейте ввиду, просто, например, я уже допустим плитку бы по-своему сделал, поклеил бы обои чуть-чуть другие, ну, потому что дом, как вот построили там 2000 какой-то год, и вот так осталось, теперь смотрите, заходим сюда, мы открываем дверь, и вот тут мы видим с вами вот такую, такую ванну, она мне по размеру очень понравилась, обратите внимание, раковина, ванна на своем месте, унитаз, и конечно стиральная машинка, кстати, знаете, что я забыл сказать, друзья, по поводу показать вам септика, не переживайте, септик, там находится все в рабочем состоянии, блин, простите меня, у меня просто дом очень понравился, я немножко забыл, но он есть, вот сейчас унитаз увидел, и вспомнил, теперь смотрите, тут, если вы хотите, что вас голыми смотрели, можете раздеться, купаться, и будет вас видеть через вот это окно, но на самом деле, мои хорошие, если что, тут можно вот так магнитик убрать, все это закрыть, и вас никто видеть не будет, еще раз повторюсь, унитаз, стиральная машинка, пол мы видим с вами плитка, и сама плитка вот так, и плитку, друзья, вот эту сразу вам говорю, желательно поменять, кстати, венканал, почему, потому что, вот смотрите, вот видите, она немножко вот так отходит, но на первое время вполне будет достаточно, я бы вот тут, допустим, поменял плитку на стенах, и конечно на полу, сразу это я свое сейчас мнение говорю, а так обратите внимание, раковина чистенькая, аккуратненькая, ванна тоже самая чистенькая, аккуратненькая, ну и конечно, сам унитаз, стиральная машинка, все это есть, радиатор, все это есть, окно на открывание есть, и смотрите, это смотрится, именно на ваш участок, с этой стороны, все понятно, побежали дальше, сейчас покажу, где была, когда-то кухня, у бывших собственников, а что эти люди, когда-то купили этот дом, смотрите, вот за вот этой стенкой, есть коммуникации, касается, это канализация, это вода, горячо-холодно, именно вот вы отодвигаете, тут когда-то был кухонный гарнитур, видно даже, смотрите, фартук, и пожалуйста, вы можете поставить здесь кухонный гарнитур, не маленький, а с этой стороны, вы можете поставить, именно, скажите мне, стол, если вы хотите, чтобы кухня была в доме, не хотите, оставьте, как вот это сейчас есть, окно на открывание, чугунный радиатор, это все есть, вот смотрите, и тут подоконник, как мрамор, вон моя помощница, ходит, фотографирую для вас, чтобы вам не только видео было, и ну и конечно же, само фото, красиво, ну смотрим, а стены, друзья, кстати, здесь плиты перекрытия, потолок, стены кирпичные, за штукатурой, за шпаклеванные, покрашены, тут мы видим, я вот обойки бы переклеил, сразу вам говорю, поклеил, жить можно, и потихоньку делать, и на полу плитка, кстати, тут плита перекрытия, плодеплитка, и там тоже сама плита перекрытия, на первом этаже, есть спальня, вообще на самом деле, в доме, две изолированные комнаты, это вот эта комната, как считается гостиная, и с этой стороны, и наверху одна комната, мы сейчас посмотрим, и расскажу, для чего она будет вам нужна, открываем вот эту дверь, попадаем в первую спальню, вот так она выглядит, друзья, окно точно такое же, как вот я там вам показывал, то же самое туда смотрит, чугунный радиатор, потолок видно, зашпаклеван, помните, говорил, что плита перекрытия, стены точно так же, зашпаклеваны, пол, здесь уже деревянный, и сверху ламинат, имейте ввиду, и разворачиваем камеру, ох бабочек, сколько на стене, вот так у нас выглядит, именно первая комната, ну комната, комната, даже если вот эти все, шкафы убрать, то тут можно двуспальную кровать, разместить, просто много, это как и мебели тут стоит, я не знаю почему, но много, и давайте зайдем уже, вот в эту комнату, это самая большая комната, в этом доме, обратите внимание, что она не маленькая, и тут друзья, есть бонус, а бонус знаете какой, камин, вот он камин в этом доме, который кстати работает, который вы можете смело завести, и слышать треск, как говорится дров, потолок зашпаклеван, ну скажу так, вот в общем, косметику в этом доме, по-своему надо будет сделать, потому что, ну лично я немножко не люблю, когда просто вот заштукатурено, зашпаклевано, блин, ну хозяйка тут конечно, очень любит цветы, прям обожает эти цветы, кстати, кондиционер в этом углу, друзья, есть, о, пока окон, блин, тут еще добраться надо, вот, чтобы показать вам, куда они смотрят, подоконник точно такой же, как там, чугунный радиатор, и вот это окно глухое, которое выходит в сторону улицы, а вот с этой стороны, блин, цветочки мешают, вот это окно, ага, вот как тут сюда зайти, и не зайдешь, вот как будто специально взяли, чтобы я не мог сюда, ну вот, окно на открывание, вот, все, окно на открывание, и точно так же, чугунный радиатор, сейчас, вот так, руку в руку, и тут мы видим, вот такой ламинат, в принципе, в принципе, целенький вроде бы, так, смотрю, ну что, друзья, камин, все это есть, все, что надо, вот комната ВАВС, которая изолирована на первом этаже, теперь идем дальше с вами, вот, смотрим до конца, друзья, потому что мне, мне не обязательно, ваше надо, открываем вот эту дверь, и тут, вообще, ее можно вот так оставить, не обязательно ее закрывать, кстати, и заходим, это такая, блин, я даже не знаю, как назвать, лестничная площадка, вот лестница, обратить внимание, потолок, бывший собственник, вот так все это декорировал, отопления здесь когда-то не было, но эти люди когда-то там купили его, много-много лет тому назад, они сделали отопление, окно тут глухое, подоконник в плитке, с этой стороны окно на открывание, подоконник тоже самое, там подоконник тоже самое, только окно глухое, в принципе, окно на открывание есть, покасается плитки на полу, точно такая же, как в прихожкой, и вот так выглядит, друзья, лестница, вот так она выглядит, давайте мы с вами зайдем, посмотрим, теперь смотрите, лестница, немножко крутоватая, друзья, немножко, вот я спокойно залазю сюда, кстати, лестница необычная такая, я имею в виду по вот этим элементам, смотрите, что мы сейчас с вами увидим, какую красоту, смотрите, зона комфорта, зона наслаждения, вот тут можно взять, читать книги, пить чайок, вот вы представляете, внуки ваши сюда будут приезжать, и наслаждаться, смотрите, друзья, вот вид у нас, с этой стороны мы видим улицу, ну понятно, что мы видим с вами кровлю, что, как это все выглядит, и вот такая территория красивая, вот я, это, кстати, тоже остается, друзья, ничего забирать не будут, собственники, смотрите, все деревом обшито, и такой диванчик, который я сейчас сижу, стол плетеный, ну и конечно два кресла, окно открывается, отопление тут есть, и кстати, в доме очень тепло, и давайте мы сейчас зайдем, вот туда, вот тут, друзья, давайте представим такую картину, вы бабушка, дедушка, два человека, которые хотите, чтобы был сад, чтобы домик не сильно большой, уютный, компактный, и вот этот, вы живете на первом этаже, ночуете, а тут к вам приезжают ваши дети, ваши гости, и спокойно они забрались сюда, и наслаждаются, и живут, ну вполне это будет, им достаточно вот так за глаза, теперь смотрите, потолок полностью обшит, вот таким деревом, мы видим, вот эта кровать, друзья, она оказывается, складывается, и вот эта кровать, когда ты ее складываешь, она вот вровень, вот с этой стенкой, также стол, этот никто забирать не будет, он остается, а вид с окна, давайте мы все-таки посмотрим, куда он смотрит, вот у нас, вот сюда он смотрит, видно у нас и улицу, окно на открывание, мы видим, и конечно же отопление, тут есть, полы, видно плитка, да, вот она плитка, и дальше у нас есть, а, кондиционер, пока не забыл, вот он кондиционер, здесь, если что, когда жарко будет, вы включили, он все работает, также есть вот такие полки, с этой стороны, с этой стороны, не, комната прикольная, друзья, конечно, знаете, может быть, многие люди что-то хотят современно, но вот что-то вот тут, вот в этом доме есть, о, телевизор спрятан, чуть матом не сказал, еби-бби-бби, где ты ж был, вот он, он оказывается, я еще такой думаю, блин, пульт и вижу, а телевизора не видел, а вот он оказывается, ну бывает, дальше, вот это угол, то, что мы видим, очертания, это дымоход от камина, ну такие, знаете, такие, типа шкафчики, для вещей и так далее, вот здесь, но, тут еще есть такая заначка, опа, господи, вот, открываем, ну, скажу, для нужных, ненужных вещей, тут можно даже, кстати, кабинет какой-то сделать, слушайте, а тут свет есть, а где тут свет, а ну подождите, о, да будет свет, смотрите, мы ее назовем гардеробная, даже вот окно на открывание есть, которое, кстати, смотрится, на участок ваш, нифига, шампанское, какая была здоровая, бутылка, вот так выглядит у нас с этой стороны, все, друзья, здесь ничего не отделано, в принципе, для гардеробной пойдет, а вот тут уже все, для вас, мои хорошие, конечно, все сделано, для внуков, для гостей, это идеальный вариант, смотрите, вот вид, какой отсюда прикольный, вообще кайф, мне нравится, давайте мы, сядем сейчас сюда, я вот так кресло, подвину, и мы с вами поговорим, ой, я, знаете, в последнее время, сейчас, стараюсь для вас делать, интересные, максимальные обзоры, не только для продажи, просто у меня очень много подписчиков, которые просто, вот интересно, посмотри, какие дома, живут на юге, конечно, стараюсь угодить, моим будущим клиентам, которые планируют, приезд на юг, которые выбирают, нашу агентство, недвижимости, титул, чтобы мы помогли им, найти недвижимость, и, конечно, стараюсь для них, ну, им помочь, но, друзья, тут есть для вас, для моих покупателей, как бы, несколько новостей, первая новость, которую вы, возможно, не знаете, есть мой инстаграм, под этим роликом, ссылка, этого инстаграма, есть, переходите, потому что, там много чего, интересно, для вас показано, не только недвижимость, которая, вот сейчас, актуальна, которая продается, и от нас, и от собственников, но, также, я показываю, как я путешествую, как мы смотрим, объекты недвижимости, какие-то новости, какую-то информацию, ответы на ваши комментарии, и так далее, вторая новость, друзья, моя старшая дочь, сейчас, в данный момент, с нами уже работает, она закончила, будем говорить, один из классов, сейчас пошла учиться, заочно, и помогает нам, в продаже, объектов недвижимости, для именно вас, наших, уважаемых подписчиков, и она, мы завели, как бы, для нее новый канал, под названием, Юлия Сомсикова, переходите, раз в две недели, мы обязательно, для нее, для нее, так сказал, для вас, будем показывать, обзоры, от ее имени, третья новость, мы завели, для вас, еще другие, YouTube каналы, под названием, первый канал, недвижимость, Краснодарском крае, другой канал, недвижимость, Ставропольском крае, тоже, переходите туда, подписывайтесь, на эти каналы, почему, потому что, друзья, у нас сейчас, команда, у нас, мы работаем, по Краснодарскому краю, Ставропольскому краю, мы, для вас, наши, ребята, кто с нами, сотрудничает, работают, снимаем, для вас, интересные обзоры, которые, именно, связаны, с покупкой, недвижимости, тоже, переходите, смотрите, изучайте, и звоните, нашим менеджерам, нашим, моим помощникам, просто, знаете, ругаются, то, что я там, трубки не беру, или еще что-то, мои хорошие, давайте, еще раз напомню, буду много раз говорить, во-первых, я много раз говорил, что мы, я работаю, именно по WhatsApp, присылайте, либо голосовое сообщение, либо, пишите, все, вот, на звонки, к сожалению, я не отвечаю, отвечают все мои помощники, под каждым роликом, вот даже под этим, будет номер телефона, Юли Громова, это тот человек, который курирует этот дом, это тот человек, который помогает, продать недвижимость, вот именно этим собственникам, кстати, огромное спасибо, что они разрешили приехать, показать именно этот дом для вас, я хочу их поблагодарить, кстати, они наши подписчики, они знали, что мы можем приехать, снять обзор, но почему-то нам не звонили, как бы мы вышли на них, но если сейчас меня слушают наши, мои подписчики, которые продают недвижимость, в Ставропольском крае, в Краснодарском крае, друзья, ну, тоже как-то, не стесняйтесь, пишите, мы с удовольствием к вам приедем, еще такая новость, друзья, мы, очень много моих клиентов, не, неправильно сейчас, а, ну, правильно сказал, моих клиентов, будущее, которые продают недвижимость, там у себя, в других городах, где мы не занимаемся, и частно, они мне говорят, Николай, помоги продать недвижимость, ну, к сожалению, я не могу туда поехать, снять обзор, реально, такой возможности, физически нету, но, благодаря нашей площадке, инстаграм, где подписываются в день от 50 до 100 человек, это потенциальные покупатели, которые связаны вообще как-то с недвижимостью, и мы можем, вот именно ваш объект недвижимости, показать на нашей страничке инстаграм, где можем указать ваш, ну, ваш номер телефона, ваш точный адрес, и вам лично покупатели будут звонить, чтобы попасть на наш инстаграм, вам достаточно подписаться на наш инстаграм, в личку в инстаграм написать, моя помощница, ее зовут Ирина, прислать фотографии, эта услуга, кстати, стоит 2000, мы прислали вы фото, мы разместили его в инстаграм, и он будет висеть, до тех пор, пока вы его не продадите, ну, на сегодняшний день, 2000, в будущем, пока, как бы, ничего не знаю, вот такие новости, друзья, буду периодично напоминать вам, про вот эти каналы, про инстаграмы, потому что многие мои подписчики, почему-то это не знают, ну, и, конечно же, обязательно напишите ваше мнение, касается этого домовладения, потому что мне домик, в общем, понравился, я не привязываю к цене, я не привязываю к геолокации, почему, потому что, каждому свое, каждая своя цена, каждый свой какой-то район, регион и так далее, мне, в общем, дом понравился, видно, что люди ухаживали за своим домом, у людей была возможность, будем говорить, построить теплицу, банку и так далее, понятно, что внутри, конечно, косметику надо будет под себя сделать, но, по крайней мере, зайти жить в этот дом можно, огромное спасибо, что обзор посмотрели до конца, напишите свое мнение, с вами был Николай Сомсиков, всем пока-пока, Субтитры создавал DimaTorzok